народ привет новогодние праздники подходят концу но почта работает посылочки потихонечку приходят и пришло время новой серии сегодня у нас с вами будет несколько посылочек несколько больших несколько больших несколько поменьше что-то из этого я уже без любопытства вскрывал на что-то уже были у нас обзорчики наконец-то это все потихоньку переезжает нашу мастерскую вот и начинает обживаться здесь ну сейчас я значит уберу кое что стало и потихонечку начнем обзор большие коробочки я думаю что это будет напоследок так ну что у нас здесь так давайте то что я вскрыл значит доехали до меня амортизаторы все и прикол такой то что амортизаторы у нас получается заправлены романа наполовину 3 заправленных 3 незаправленных вот прям по парке мани их и и приколе один хороший один нет один хороший один нет так что вот такие вот амортизаторы нам достались убираем далее уже давно приехал вот такой вот моторчик моторчик этот приехал с сайта gear best тоже была акция там а взял я его за 400 рублей или 300 300 400 рублей взял я его на 21 виток вот чтобы модель немножечко было пошустрее все время эта фирма мне приходила в пакетиках а тут в коробочке вот так вот лежит двигатель и такие вот ему проводочки ну ладно про него уже много мы разговаривали вот такой вот моторчик в принципе на моделях он ходит у меня нормально вопросов никаких не вызывает да он коллекторный дешевый но свой срок он отхаживает в принципе и снег и вода и грязь ну в принципе грубо говоря мне хватает его наверное может на год если не перегрею докупил я еще вот такие вот охлаждающие устройства чтобы двигатель поменьше грелся потому что бывают пробеги длинные вот и газ практически не бросаешь и двигатель не отдыхает постоянно в напряжении идет и немножко все равно греется хотя едем чаще всего такая средняя пересеченочка вот но я думаю что вентиляторы это дело немножко остудят и срок службы двигателей будет побольше убираем так далее взял запас уже проверенный регулятор оборотов hobby wing 60 ампер модель 1060 влагостойкая вот очень нравится в принципе дешево и сердито брал на пандау вот на новогодние акции со скидкой в 50 процентов обошелся там 480 или пятьсот двадцать рублей что-то вот такого в рода в принципе проверено передай возьму пускай будет запас недавно тоже приходил ко мне тот же самый но уже по дорогой цене вот и пришел без упаковки вот теперь будет еще один уберу как говорится пускай будет запас тут уже перепаял разъемчики идут у него другие регуляторы недорогие тоже хорошо ходят супер от них плавности конечно ожидать не стоит но в хорошем подборе поменьше пенье пробовал и bk системы китайские вот все это ерунда был у меня регулятор оборотов касталовский вот был запилен он и под bk и универсальный такой и под bk и под коллектор вот ездил я на нем на коллекторе вот и все время было дерганье вот он с коллекторами не особо а так как на дорогой сенсорный мотор я не хотел тратиться вот я перешел вот на такую систему этой в паре в принципе отрабатывает нормально грубо говоря если по акции вот можно купить за тысячу рублей можно конечно и потратиться и купить мамбу за 15 а то и 20 тысяч но у нас хобби такое бюджетное поэтому все из китая недорогое что у нас дальше так еще скрытая коробочка она здесь у меня значит пришли вот такие вот удлинители чтобы поставить приемничек и вывести из бокса и уже по запитываться в машинке а бокс загерметить чтобы не попала вода в приемничек и все уцелело вот такие за 100 рублей 20 штучек взял сюда пополняю запасы всякими разными подшипниками еще осталось остались серой недавно делал я на нее обзор оказывается есть еще у меня одна разница в принципе в одной цифре и в букве фирма та же самая tower pro вот только здесь девятьсот девяносто шестая на нее вы уже видели обзор и есть еще девятьсот девяносто пятая по характеристикам посмотрел у всех написано 13-15 килограмм вот конечно в них не будет у всех металлические шестеренки внутри вот в чем разница не знаю провод одинаковый разница тут здесь не пойму в чем будем разбирать и сравнивать их одно я купил за 200 рублей акции другую за 300 соответственно одна сейчас рублей 450 она стоит другая под 600 так что вот если разница и стоит ли переплачивать будем тестировать и пробовать где уже писали то что пациентцом это прям припаян к плате поэтому очень сложно их загерметить поэтому они такие подешевле не на проводочках а прям сразу плате припаяно придется чтобы загерметить сначала отпаять вытащить все загерметить и потом еще как-то назад собрать все это дело но посмотрим будем проверять еще у меня две посылочки здесь у меня тоже идет мотор вот такой сейчас будем сравнивать в чем разница так старенький убираем стороночку и вскрываем новый значит тоже супа с хобби мятый 550 класса на 27 витков заказал чтобы сравнить ухты смотрите на 27 витков здесь уже у нас щетки не меняются щетки не меняется дышал вот такой открыто здесь проводочки уже припаяны вот такой вот нам тяжеленький значит посмотрим разницу в длине вот смотрите 540 и 550 разница в принципе ощутимая здесь видите все находится дальше получается то что магнита здесь больше соответственно и мощность у нее намного больше ну вот и сравним заодно таких моторов я брал несколько скорее всего повторю посылки еще один мотор дал разные для проверки сильно ли большая разница если мы берем с вами на 21 виток на 27 витков так смотрим здесь у нас на 35 витков считается что 35 витков но самый оптимальный для трофеечек да в принципе все лежит 550 мотор 35 витков проверим посмотрим сильно на этом останавливаться пока не будем вот по сервам хочу значит сделать такой обзор взять закрепить ее и подвесить к ней допустим ну килограмм пять потому что я думаю вряд ли там какие-то 13-15 вот были бы чистыми килограмм пять и попробовать значит будет ли она это дело при подымать или нет вот а по моторам будем делать будем ставить на одну модель на одну и ту же выберем что-нибудь какого подопытного кролика вот скорее всего это будет рама хобби вот и будем ставить разные двигатели и будем смотреть как она как будет меняться ее поведение будет несколько тестов так что запас теперь есть двигателя нам ближайшее время не понадобится наконец-то до нас нашла посылочка я уже говорил про прицеп который пришел раньше времени но зато мы с ним немножко позанимались немножко по учились на нем вот будем смотреть что было в основе для чего покупался прицеп коробочка вот такая вот вся уже порванная коробочка порванная а здесь у нас смотрите что я думаю вы и сами уже догадались здесь у нас копийная модель шестнадцатом масштабе газ 66 знаю что в модели много минусов это дискретное управление туда-сюда движочки но бралась она не для того бралась она все-таки для как бы есть такое понятие стендовый моделизм вот бралась она из-за того что она очень копийно сделано вот что у нас здесь комплекте значит с ней идет у нас здесь идет один мешочек здесь у нас зеркала и двери ссорены и зарядка usb для аккумулятора аккумулятор тоже идет в комплекте я так понимаю он на месте и здесь сделано так же как у настоящей машины у нее отказывается кабина вот смотрите и да действительно вот он аккумулятор аккумулятор в комплекте я думаю что мы сейчас конечно сразу все это дело подключим посмотрим здесь у нас не ахте аппаратурка но вы ее видели сейчас мы мне поставим батареечки и все запустим так поставили мы батареечки все у нас тут замигало включаем машину укладываем здесь все так что у нас здесь происходит ничего не происходит так давайте за счет положим ну ладно так здесь у нас есть кнопочка он об вот фары замигали вот батареечки плохими в пульте да нет вроде работы руль работает движочек и вот видите вот на дискретное управление туда-сюда тут нету никакого хода туда-сюда и все максимум в одну максимум другую не получится здесь по чуть-чуть так а что у нас по поводу газа по поводу газа вроде было написано то что он плавно ну да в принципе тут немножко получше самое главное есть качество мы его разберем потом потому что будем тестировать сравнивать сейчас на у нас для сравнения будет что сейчас мы все дело отключим аккумулятор я достану будем его заряжать чтобы хватило нам на тест со временем конечно хочется мне сразу ставить стекла сюда ставить фонарь фароискатель может быть с фарами что-то сделать стекляшечки побольше сюда ну посмотрим поворотнички ну будет полностью такая стендовая так небольшие выезды небольшой тест и все так это все сюда с моделью инструкция ну вот такая вот техника и кстати сейчас в ближайшие дни выйдет еще серия по поводу как мы переделываем прицеп и как мы будем его сюда прилаживать чтобы не было вот такой вот длины потому что это не очень некопийно скорее всего будет где-то вот так вот и вот такая модель у нас получится будем смотреть переделывать запчасти кстати от этого прицепа как вы уже видели пойдут сюда если шестеренки здесь работаются тут небольшой запас у нас есть но конечно по хорошему все это дело бы со временем неплохо переделать бы в металл вот так как и говорил продава здесь полностью одинаковые рама здесь идет на прицепе от трехосной модели потому что там кабина побольше а нет даже неправильно не так я вам сказал рама одинаковая что на трехмостовой что на двухмостовой модели что на прицепе полностью все одно и то же так что все взаимозаменяемое убираем все в сторону так как у нас еще осталась одна посылочка многие думаю догадываются что в этой посылке я уже скрывал это еще в пакете здесь ребятушки B36 1 к 16 VPL B36 коробка конечно просто кошмар все мятая здесь такой же набор а нет тут еще у нас дополнительно еще одна рессорина что ли вот фароискатель здесь отдельно так сюда в сторонку инструкция я думаю точно такая же а вот упаковочки уже как у того цветной нет просто бумажная так и все замотана у нас чисто в пупырчатую пленку пленка как я ее называю антистресс так ну что это пока сюда проверяем что у нас здесь под скотчиком тадам а здесь точно такая же протура копия но есть триммер скорее всего руля ну да лево право а там у нас сделано внизу и здесь уже тут тык-тык а здесь уже руль будет пропорциональной так попутать мы их не попутаем так как здесь нету хотя дырка есть смотрите для триммера руля здесь тоже есть так что все это универсальное все это одно и то же у них ладно складываем сюда а теперь основное как бы добраться до основного единственный минус то что они сделали все одно и то же один и тот же размер и не учли того что в реальности модели немножко разного масштаба но не может быть то что у нас у нас здесь что-то соскочило так не учли то что так сломано рессора переднего колеса тут покрышки все у нас и вырвана сама рессорина так вот такая вот модель Урал здесь аккумулятор еще ближе здесь аккумулятор но намного меньше находится под капотом в принципе точно такой же сюда входит так что один сел можно другой использовать модель более копийная открываются двери сейчас буду смотреть что у нас тут поломалось пока дошло вот такой вот обзорчик такие вот у нас модели пришли модели буду доводить до ума со временем буду делать их копийный свет чтобы везде все было вот как в оригинале модели будут такие более стендовые будем их тоже катать будем снимать с виними видео но не будет такого безбашенного как на десятом масштабе будет куда-то залазить в грязище среднее такое равноценное тому что сопоставимому масштабу не будем кстати вот фары здесь более копийно сделаны вот неплохо бы и сюда вот такие поставить возможно да закажем и поставим сюда же так будет красивее смотреться сюда можно поворотнички сделать а вот такие поворотники что-то я не помню на крыле у урала ну ладно посмотрим вот такие вот копийные машиночки что-то даже будет с прицепчиком ну что ждем еще посылки потому что еще не все закончилось но основные конечно уже пришли сейчас будем смотреть что с уралом вот если что-то реально сломалось будем писать продавцу пускай компенсирует ну все всем пока ждите видос по доделке прицепа и уже какие-то первые выезды первые тесты всего доброго всем пока и и и